Химки Спорт По традиции начинаем наш выпуск с новостей баскетбола. За первые две недели нового года «Желто-синие» провели четыре матча. Два в рамках «Единой лиги ВТБ» и две игры групповой стадии Кубка Европы. 8 января баскетболисты «Химок» провели матч «Единой лиги ВТБ» против «Зенита». В Питер не поехал Марк Тадорович, который продолжает восстанавливаться после травмы. По плану главного тренера «Желто-синие» Ивановича команда в основном должна была опекать Марковича. Но основная опасность исходила от Сергея Карасева, который принес своей команде пять очков подряд. Химчане быстро включились и дали ответ в лице Мони и Шведа. Результат выровнялся – 29-30. Во второй четверти «Химки» провалили защиту, и «Зенит» ушел в небольшой отрыв – в плюс пять очков. После большого перерыва с обеих сторон посыпались дальние броски. Отличный «Алиуп» разыграли «Швед» и «Бунга-Кола», на котором соперник еще и сфалил. Долгожданное равенство, которое принес Роулэнд, долго не продержалось. Тимма продолжал забивать в нашу корзину, удерживая преимущество «Зенита». В финальной десятиминутке главную опасность для хозяев создал капитан «Желто-синих» Сергей Моня. Но Питер точно отстаивал свои позиции. В нервной концовке подмосковная команда совершила ряд ошибок, а хозяева реализовали свои броски. Обидное поражение – 110-114. Теперь о матчах Кубка Европы. Подопечные Душка Ивановича одержали домашнюю победу над литовским «Литкобелесом» и потерпели неудачу на выезде в Мюнхене против Баварии. Игра в Германии сложилась не совсем так, как хотелось того болельщикам, но это не значит, что нужно вешать нос. К тому же из Мюнхена команда привезла вот такое красивое видео от «Химки Баскет ТВ». Смотрим. «Химки Баскет ТВ» 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 году мы одержим победу. Победу же в этом матче одержала команда ГАИ. Несмотря на жаркую борьбу, хоккеисты оказались на голову сильнее оппонентов из труда подрезкова 5-1. Павел Рыбальченко, Олег Мелехов, служба властей. С двумя палками ходит тот, кто не хочет потом ходить с одной. Так считают те, кто предпочитает прогулкам скандинавскую ходьбу. Еще несколько лет назад прохожие недоумевали, глядя на таких ходоков. Казалось бы, эти люди забыли дома лыжи или перепутали время года. Но этот вид актуален и зимой, и летом. В этом убедился Алексей Житких. Сегодня скандинавская ходьба никого уже не удивляет. Она для тех, кто идет в ногу со временем, потому что этот вид физической активности стремительно набирает популярность во всем мире. Скандинавская ходьба выглядит именно таким образом. Под каждый шажочек мы обязательно ставим на асфальт или на землю, там где мы идем, палочку. Марина Карпова скандинавскую ходьбу впервые увидела вообще на пляже. Удивилась. А потом сама стала ходить по-скандинавски. Теперь учит других правильно ставить палку. Мы ее не просто переставляем и ставим для равновесия. Мы эту палочку обязательно на нее должны опереться. Как следствие, это отличное упражнение для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Скандинавская ходьба тренирует 90% мышц тела. При этом сжигается на 46% больше калорий, чем при обычной ходьбе. Чувствую очень хорошо. Тепло, не холодно. Вот люди там стоят и говорят, нам холодно, а мне не холодно. В Подмосковье каждый год проходит целый фестиваль скандинавской ходьбы. Алексей Биряков в них участвует уже пять лет и даже стал призером в номинации «Легкий шаг» или «Иду, пою». И Ленин такой молодой и юный, Октябрь впереди. В Химках занятия по скандинавской ходьбе проводит союз пенсионеров. Заниматься может любой желающий. Палок на всех хватит. Практически все наше отделение охвачено скандинавской ходьбой. И тот, кто с палкой по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Занятия будут проходить три раза в неделю в парках Толстого, Величко, Дубки и в прогулочной зоне «Экоберег». Алексей Житких, Алексей Козыров, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова